Привет, друзья! И сегодня у нас новое видео для вас. И мы продолжаем сегодня на букву L. Поэтому я начинаю с первого слова, и это лаг. И это переводится на русский как команда. Команда, группа людей, которые работают вместе. Лаг это глагол, и значит створить или строить, что-то делать. Створить, да. Лампе, это как на русском языке. Лампа. И лам. Здесь есть два значения, как у вас земля, то есть не вода. И другое значение, это как страна. Лам. Нореге арет лам. В Тривеге это страна. Лям это длинный. Длинный. И можем сказать, что Нореге арет лангт лам. То есть это длинная страна. Эт лангт лам. Обратите внимание на букву М, буквы М и Г. Вместе это будет как М. Лаунг. Я в каком-то видео уже объяснил, как вам легче произнести тот звук, но это как-то в саге горла. Следующее слово ляптоп. Обратите внимание на то, как я говорю а, ну, как я могу говорить об этом, а, и говорю п, как будто там два. Тут и тут. Поэтому мы ляптоп. На самом деле оп. Ляптоп. Это, конечно, слово лептоп на русском языке. И как в русском языке это пришло в наши языки, русский и норвежский, из английского. С английского языка. Ластбиль. Ластбиль это грузовик, то есть большая машина, которая привозит груз. Лав низкий. Ле это смеяться. Лав да, предлагательное. Ле, глагол. Легисай это положить, класть, ложить. Легисай это положить. Легисай это как ложиться, спать. Сай это показывает, что это возвратный. Я могу об этом говорить в отдельном уроке, но легисай это ложиться, спать. Лайлигет. Обратите внимание на то, как я говорю ляйлигет. Как будто я говорю ляйлигет. То есть ге не произносится, и э, и и произносятся как а-йр. Ляйлигет. Ляйлигет. Это квартира. Квартира. Ляйр. Мне было чуть сложно понять, как можно это перевести на русский, но, по-моему, есть такое слово бивак. То есть место для, ну, как походный лагерь. То есть, может быть, в военном смысле. То есть, сидят люди вокруг, ну, обычно, ну, если это палатка и костер, сидеть какой-то хиппи и играть на укулеле, это как ляйр. То есть, место, где ты спишь несколько ночей и потом продолжаешь свою походку. Понятно? Я надеюсь. Но есть такое слово пивак. Пивак, спортивный, но, неважно. Ляйр. Это длина. Длина. То есть, то, что в земле. Леке. Это играть или играться. Лепе. Это куба. Лепе. Губы. Куб. Ускорую. Лепе. Лет. Легкий. Это может быть легкий в том варианте, что что-то легко делать. Или может быть легкий, как человек просто не тяжелый, вещь не тяжелая, как эта ручка не тяжелая. Леве. Это жить. Пусть живет. Лягам леве. Левне. Живой. Прилагательный. Литен. Маленький. Тоже прилагательный. Литен. И обратите внимание тут, что я говорю литен. Но некоторые говорят литен. Это зависит от диалекта. В осло мы говорим чаще всего литен. Литен. То есть э почти не слушается. Поэтому если вы просто убираете всю эту букву э, то вы скорее всего будете говорить правильно. По норме. По диалекту осло. Следующее. Люфт. Воздух. Воздух. Люфта. Мы говорим у, а не ль. Люфт. Это глагол. И это закрывать. Закрывать дверь. Люфт. 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 Это чувствовать запах. То есть нюхать. У нас отдельный глагол, чтобы слышать запах. И это люфт. То есть смел на английском. Люфт. Это карман. Карман. Ленш. Мы всегда говорим ленш. Это ланч. Или обед на русском языке. Но мы можем писать ленш. Это более традиционное, как большинство норвежцев пишут ленш. Но есть те, какое-то новое поколение, те, которые говорят ленш и пишут ленш тоже. Оба варианта правильнее. И я на самом деле не советую вас писать так или так. Просто писать либо так или так. И последние два слова. Это льд. Это звук. И лис. Свет. Это все слова на сегодня. Было чуть больше, чем обычно. Мы уже почти все буквы на... Ну, все слова на букву Л уже прошли. И я очень рад, что вы мои подписчики. Я сегодня посмотрел, что у меня больше девятиста... Девятисот... Боже мой. Ни юндре подписчиков. Я очень рад. Я вас люблю. Подписывайтесь, если вы еще не подписались. И... Будут новые видео скоро. До следующего. До следующего.